Если не готовы, тогда чего вы ждёте счастья от судьбы? Понимаете, счастье приходит только смелым людям. Вот я смелый человек, я дождался. Я знал, что так будет, и так случилось. И поэтому Бог мне специально всё так сделал, чтобы я мог такие лекции читать. Я не буду вам всё рассказывать в свою жизнь, чтобы встретил не был. Но я могу одно сказать вам точно, что я знаю точно то, о чём я говорю сейчас вам. Потому что говорить вам без веры было бы очень трудно. Потому что даже то, что я говорю, многим кажется фанатизмом. А это просто жизнь, которую многим придётся прожить и проверить, что это так. А многим придётся не прожить, поверив сейчас. То есть есть два варианта. Или вы сейчас мне поверите, и всё будет хорошо. Или вам придётся это всё попробовать, то, что я говорю. И тоже всё будет хорошо. Поэтому важно человеку услышать правду в жизни. И у него всё равно будет всё хорошо, и даже если он пойдёт неправильным путём. Потому что один раз, сходив туда, он второй раз туда не полезет. В разрухе семьи нет счастья, и не будет никогда. Иначе Бог бы её не создавал. Зачем ему это всё надо? Вас держать со всех сил вместе для того, чтобы потом семья была разрушена? Нет. У него нет такой идеи. Но у нас такая идея есть. Потому что мы верим в глупости. Истина заключается в том, что люди должны духовно развиваться. Тогда Любовь постепенно в отношениях с людьми сначала... Она имеет этапы своей, Любовь. Вот первый этап — это знание, что такое Любовь. Человек получает Знания откуда-то. Второй этап — он начинает развивать эту Любовь не в семье. Он начинает развивать в соотношениях с друзьями, в том числе с помощью семьи. То есть надо научиться приглашать друзей в дом, кормить их, заботиться, любить всех. Научиться в храм ходить, любить Бога в храме. Научиться жертвовать себя нищим. Научиться кормить тех, кто нуждается, обездоленных. Научиться любить в целом природу, людей. Понимаете? Научиться просто любить. Потому что любить друг друга в семье — это самое тяжёлое. Потому что там, где больше всего желания тянуть Любовь на себя и больше всего эгоизма взаимностей, тяжелее всего достичь. Потому что природа любви между мужчиной и женщиной очень эгоистическая, очень трудно. По этой причине моя жена не слушает моих лекций. Потому что очень трудно ей слушать, потому что природа любви очень эгоистическая. Да, я как бы хоть и не хочу, да, и вставлю для своей жены словцо на лекции. Она всё слышит. Она понимает, что это её адрес. Думает, ну ты вообще... Ну это так было раньше, сейчас она ходит на моей лекции. Потому что я не вставляю. Я по-доброму к ней отношусь. Ничего... По-доброму означает, ничего не желаю в нём в жизни. Как она живёт, так живёт. Ничего не желаю. По-доброму означает. Желать чувства от человека — это не доброе чувство. Это зло. Но когда ты желаешь что-то от человека, всегда это вызывает напряг у него в сердце. Насилие. Любовь имеет природу бескорыстия, так как в семье люди очень корыстно настроены, они ждут что-то друг от друга. Поэтому любовь личной жизни появляется позже всего. Сначала она появляется в отношениях с другими людьми из природы. И даже с собачкой любовь раньше появляется в отношениях, чем с близким человеком. Потому что нет такой корысти в отношениях. Поэтому и существует правило, как надо создавать семью, как строить отношения, для того, чтобы она когда-нибудь родилась. И начинать надо не с близкого человека. А вообще просто... Если вы хотите преодолеть одиночество в жизни, надо друзей, хороших, добрых соратников искать, сообщество религиозных людей. И вот там вы почувствуете первую каплю отсутствия одиночества. Первую каплю отсутствия одиночества вы уже почувствовали в отношениях со мной. Слушаемые лекции почувствовали, что вы не одиноко уже. Уже почувствовали. А потом еще вот с теми людьми, которые как бы идут вашим путем, почувствовать то же самое. И только после этого сможем. Только после этого. Потому что еще раз повторяю отношения. Это невозможно сделать с помощью влюбленности, понимаете? Эхо означает, два сердца очень глубоко чувствуют друг друга. Означает, что одно сердце из двух, сначала одно пожертвовало себя. А второе сердце очень постепенно, со временем, потому что ты жертвуешь, жертвуешь, и человек не доверяет, не верит до конца, он ждет. И в какой-то момент у него благодарность сильнее и сильнее, и потом прорывается вот этот поток благодарности, и он такой, спасибо тебе за то, что ты живешь со мной, спасибо. В какой-то момент прорывается у него. И все. А, прорвалось уже? Все, пошло. Я же говорю, что у вас лед тронулся, господа присяжные заседатели. Вот. Все нормально, у вас уже пошла жара, все постепенно как бы, все нормально. Вы уже просто капризничаете, уже пережили вот этот вот камень, вот такой вот, думаете, или геннадь, я бы его в десять раз уже бросила, если бы не ваши лекции. Ну и слава богу, что не бросили, слава богу, что вот вы никак не попали в эту засаду, понимаете, как бы засаду разлуки вот этой вот. Пустой жизни, пустоты, пустоты. Для того, чтобы не было в жизни пустоты, нужно изучать вообще, как правильно жить. Нужно вообще понять, что вот вся наша погоня за личным счастьем, она нас от самого главного уводит. Мы не понимаем, что даже если человек просто, ну, не поймет, где настоящая чистота и красота находится, он не сможет быть даже успешным в жизни. Вот, например, если человек не сможет в своей жизни полюбить природу по-настоящему, он не сможет быть здоровым. Потому что через любовь к природе заряжается вот батарейка здоровья у человека. Любовь к солнцу делает хороший иммунитет, жизнерадостность человек, победа над болезнями, хорошее пищеварение, усвоение питания, отсутствие токсинов в организме. Любовь к воде делает хороший обмен веществ, гармонию в организме в целом. Воспалительных процессов не будет в организме ненужных, если любовь в воде будет. Любовь к земле дает спокойствие, отдых хороший, расслабление, хороший сон. Воспалительные процессы тоже с помощью энергии земли успокаиваются. Понимаете, это любовь должна быть, настоящая любовь, глубокая, чистая, светлая. А если у нас нет даже любви к природе, у нас не будет здоровья нормального. И плюс любви к аскезам, должна быть ещё любовь к аскезам. Нужно учиться долго двигаться, непрерывно уметь. На свежем воздухе любля любви и природу, любви всех вокруг, людей и природу. Если нет аскетизма и любви к природе, здоровья не будет. Нужно научиться любить людей в целом, не вот своего близкого человека, через него судьба действует, его тяжелее всего научиться любить, а просто вот людей, потому что через них действует Господь. Чтобы научиться любить близкого человека, надо в целом научиться оторваться от своей личной жизни и начать просто любить людей, быть более социально активным, учиться, как бы дарить людям счастье. У нас есть фестиваль «Благость», далеко, конечно, вам ехать отсюда. Но вот опыт уникальный можно получить. Он уже прошёл вот сейчас, до октября. Кто из вас был подниметелем? Ух ты, ничего себе! Согласны, что опыт уникальный или нет? Да! Классно же, там вот получили этот вкус любви, когда особенно в последний день. Вы давно были? В том году, когда последний день проходили вот со свечками, да, там столько счастья в отношениях с людьми. Ну и вообще весь фестиваль. Надо учиться этому опыту, надо искать его, вот этот опыт паломничества по святым искатам. Люди ездят, когда они объединяются вот этой любовью, служение друг к другу и так далее. Столько счастья люди испытывают от веры. Поэтому всегда, когда люди начинают стремиться к Богу и понимать, искать, вот что Богу-то хочется от меня, вот что Он хочет от меня, как Он ко мне относится, тогда в этом случае постепенно и человека мы лучше понимаем, если мы Бога понимаем. Поэтому надо оторваться от своих дел, надо учиться думать о Боге, молиться Ему, понимаете. Тогда больше любви в жизни будет, потому что любовь начинается с Бога. Если человек не заряжается от Бога молитвой, он не может бескорыстным быть по отношению к близкому человеку, потому что я сам от близкого человека бескорыстием не заряжусь, сам им не заряжен. Откуда взять любовь? Поэтому нужна молитва для того, чтобы наполниться Богом, потом отдать близкому человеку, наполниться, потом отдать. И так вот этот вот, как бы между сердцами постепенно пошла, 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 пошла жизнь. А так мы тянем друг на друга оба, и что там, будет жизнь? Пустота одна. Мы друг на друга тянем, пустота. А чтобы отдать близкому человеку, надо что-то иметь, понимаешь, что ты тянешь, почему-то, потому что тебе не хватает счастья. Но если ты счастьем наполнился от природы, от добрых людей, от Бога, тебе есть, что я отдать? Принес тебе привет, потому что у меня хорошее настроение. Ну, то есть отдать, потому что что-то есть, понимаете. И надо наполняться сначала для того, чтобы было. А мы не умеем этого делать. Мы не можем в храм ходить, там молиться часто. А если и ходим, ничего не получаем там глубоко. А надо понять, что есть Господь, Он личностью, Он ждет отношений. У Него есть послание к вам, у Господа. Он хочет вам объяснить, чего Он хочет от вас. Хотите послушать? Он вас любит, и Он хочет, чтобы была взаимность. Он вам устраивает всю вашу жизнь, чтобы вы знали. Вот вы, когда пищу глотаете, там внутри все, вы знаете, что там происходит? Нет? Нет. А там все нормально происходит. Чаще всего. Так вот, знаете, это там все усваивается за счет того, что Господь этим занимается. В ведах это описано, что есть сфер душа, или голос совести, или энергия совести у нас за нами. Вот есть душа, а за ней сфер душа находится. И она управляет всеми функциями организма. И когда вы кричите, я не могу это все терпеть, а никого нет вокруг. Вы ему терпите и кричите. И он слышит вас, может даже не кричать, он даже, подумайте, он слышит. Но мы о Нем вообще не думаем, потому что мы не заслужили с Ним близко отношения строить. Очень важно понять, что когда люди молятся, то в это время через их звук, когда они обращены к Богу искренне, звучит Господь. Если человек пришел спросить у доброго человека что-то, и добрый человек действительно хочет помочь, а не подфортунить, маслить, так сказать, человека, помочь, то через его голос звучит Господь. Господь живет в совести и живет в светлой памяти о Нем. И когда человек помнит о Боге и с памятью о Боге поет, то в это время Господь звучит в Его звуке. И если люди начинают настраиваться на тех, кто молится Богу, они тоже начинают подключаться к этому звуку Бога. И когда человек звучит не со своей судьбой, а мы постоянно со своей судьбой звучим, постоянно думаем, думаем о ней. Когда человек начинает звучать с молитвой, звучать с Богом, то судьба внутри начинает улучшаться. И вот эта скорбь от того, что я много уже пустоты видела в жизни, она гаснет, потому что Господь просто с помощью любви уничтожает то, что мы должны уничтожить с помощью страданий. То есть оказывается, если мы настраиваемся на голос Бога, это великая удача. Голос тех, кто молится, это там звучит голос Бога. Когда мы настраиваемся на Него, вместе с Неми молимся, слушаем, забываем про себя, слушаем мы, хотим, как они повторяют молитву, то в этот момент мы сжигаем неудачу в своей жизни. И если человек это делает часто и постоянно, он начинает видеть, что неудача в его жизни тает, как этот след в руках, который растаял. Понимаете, так и неудача тает точно так же и превращается в удачу. Удача — это супруга Господа, чтобы вы знали. Если человек какой-то идёт за Богом, удача бежит за Ним. Удача или счастье. Он всегда или бежит от человека, если он ищет счастье. Или бежит за Ним, если он перестал его искать и начинает просто отдавать другим счастье. Если человек такой сильный и он такой смелый, что он, вопреки своему счастью, отдаёт другим счастье. Значит, счастье побежит за Ним. Но испытания обязательно есть. Я сегодня Максима своего помощника спросил, что как-то ездишь, устал. Он уже пятый год со мной ездил. Он такой, уже просто не могу, всё, устал. И он это делает ради вас. То есть он отдаёт свою жизнь. Он бы мог, у неё хорошая девушка, вот, скоро женится. Он бы мог рядом с ней находиться. Но он постоянно отдаёт свою жизнь, свою энергию для того, чтобы вы были счастливы. Неужели Бог ему не подарит счастье? Сто процентов. Если мы правильно настроены, как бы мы отдаём себя кому-то. Неужели Бог ему подарит счастье? Да не может такого быть. Я не верю. Просто мы-то, как бы, живём одной секундой, мы думаем, ну, сейчас мне счастье, давай, как бы, сейчас хочу. Вот. Мы не знаем, что есть прошлая жизнь, есть следующая. Мы не знаем, что мы там, мы выполняем какие-то экзамены. Мы не знаем, что если мы правильно живём, что будет дальше с нами. Вот, например, вы не знаете, вот, что вы вот эти вот пять лет, когда вы там, шесть лет, когда побеждали судьбу, лекции слушали. Вы не знаете, что эти пять лет создали вашу жизнь в будущей жизни уже. Они в будущей жизни расчистили вам судьбу. Вот, мне сейчас надо, при чём будущее? Сейчас объясняю. Не так это всё, как бы, делать. Сначала Господь в будущем расчищает судьбу человека, потому что это важнее. А потом постепенно, ближе к настоящему, к настоящему, это расчищение. И приходит время, это вообще соединяется с настоящим. И Он формирует сначала в будущем судьбу человека, потому что это важнее. Потому что в этой жизни вы уже работаете над собой, а в будущем вдруг, как бы, не начнёте вовремя. Вам надо уже, как бы, запас сделать какой-то. Вам уже сейчас запас сделать в будущем. И вы не знаете это, что-то всё, как бы не в коня корм, живу лекцию, слушаю, где счастье, почему, ничего не меняется. Оно формируется дальше в вашей судьбе. Самое важное для человека — получить благоприятное рождение. Туда больше всего энергии вашего служения Богу уходит, потому что кем родитесь, так и будет жизнь протекать. Первый умный был детина, средний был и так, и сяк, третий вовсе был дурак. То есть дураком родился, дураком помрёшь. Ну, как бы, что-то поменяется, конечно. Но в целом трудно менять, когда тебе дали определённое сознание, очень трудно его что-то поменять. С рождения есть. Поэтому благоприятное рождение самое важное. Поэтому, когда человек работает над собой, ему формируется сначала в судьбе благоприятное рождение в следующей жизни. Это самое главное, что сформировать. Потому что эта жизнь, она не такая длинная, как нам кажется. Кто будет следующая? И когда человек что-то доброе делает, у него следующая жизнь сначала налаживается Богом. А потом только это начинает налаживаться. Понимаете? Чтобы дальше человек родился благоприятно. А мы вот только сейчас мыслим, где, как бы, я молюсь, где счастье. Вы говорите, отстань от меня, тебе с будущей жизни формирую, как бы, рождение. Нет, я сейчас хочу. Мы очень скупые. Даже по отношению к своей собственной жизни мы скупые. Мы не хотим понимать правильное мышление. Мы не хотим о будущей жизни думать, о будущем. Вот сейчас и всё. А Господь, Он не такой. Он на нас поправильно заботится. Он знает, что нам надо в первую очередь, что в вторую. И Он знает, почему и зачем так происходит. Он намекает, когда человек ребенком живет в семье, ему Бог намекает. Вот смотри, видишь, у тебя как у родителей. Это значит, что ты вот очень сильно задолжал в жизни вот этого. Вот если родители вот так себя ведут, это, понимаешь, это уже сильно много ты задолжал. Поэтому даже в детстве эти показывают, даже в детстве показывают. Это значит, что будет тяжело потом в зрелости. Вот именно в этом вопросе. Понимаете, Бог показывает уже с детства, говорит, вот настраивайся, вот здесь тебе будет тяжело. Он говорит, даже родители мне не дали этого. Причем родители. Родители тут ни при чем. Они нашу судьбу олицетворяют. Просто тяжелую уже, самую тяжелую. Если что-то с родителями не было, значит, это не такая тяжелая судьба. А если и с родителями это было, значит, тяжелая. Значит, много задолжали. Видите, есть закономерности в этой жизни. Мы же их воспринимаем по-другому. Говорим, не повезло даже с родителями. Почему повезло, не повезло? В этом мире нет везения. Есть закономерность, которую мы не хотим признавать. Мы считаем, что Вселенная возникла из взрыва. Ничего взрывалось, нам не важно. Пченок, говорят, точка взорвалась. Получилась Вселенная. У меня в этой концепции, она, конечно, мудрыми, великими учеными создана. Но у меня в этой концепции только один вопрос. Я бы хотел этим ученым создать. Если ничего не было, тогда откуда точка появилась, которая взорвалась? Такая точка уж была, плотная, что целая Вселенная из нее вышла. Но откуда такая точка плотная взялась, если ничего не было? Вот мне хочется вот у ученых это узнать. Потому что она расширяется потом, Вселенная и расширяется. Крутой взрыв. Понимаете, расширяется и расширяется все. Ничего не было сначала? Откуда все взялось? И тут они начинают пудрить мозги. Говорят, знаете, есть бесконечно маленькие величины. То есть предположить, если что, точка как бы она была меньше, 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 меньше. Потом раз, и кажется, что ничего нет. Но точка есть на самом деле. Но если она есть, значит, что ты говоришь, что ничего не было. В этом ответ такой, ну ты просто тупой, не соображаешь в этих всех вещах? Я говорю, конечно, тупой. Как тут можно понять? Ничего не было, и точка появилась. Никто не поймет, потому что таких вещей просто не бывает. Вот понимаете, чтобы не верить, что просто есть Господь, который создал эту Вселенную, и наш организм. Недавно видел фотографию, ну вот когда взяли вот все вот клетки головного мозга и взяли, их увеличили очень сильно. И прям очень сильно увеличили, и получилась опять Вселенная. Вот то же самое, звёзды, вот эти все планеты, связи, то же самое. Оказывается, у нас в голове уже это всё есть, понимаете? Там огромный мир, понимаете, с огромными связями. Это всё возникло просто из случайных комбинаций. Один учёный, который изучал клетку, сказал, легче Боингу из кучи металлолома самому создаться. Вследствие случайности, понимаете, Боингу создаться, чем человеческому мозгу. Миллиард раз легче Боингу самому так сделать и собраться из кучи металлолома. Ну, случайно, понимаете, там вода его погрела, там земля, и он такой. И собрался, и полетел, понимаете? Чем мозг человека нереально служит. Поэтому есть Высший Творец, есть Высшие Силы, есть Знание вот это вот о закономерностях жизни. Её, это Знание надо проверять на своей судьбе. Видите, как хорошо, что есть искренние люди, которые всё рассказывают мне правду, верят, что им больно не сделают. И даже если им делают больно, они терпят. Есть такие люди, искренние, которые верят. И от этого скрывается жизнь всех людей. Тва человека поговорили со мной, и многие жизни намотали на усы, даже если их нет. Видите, как здорово. Спасибо. Конечно, когда совсем люди не развитые, они вообще просто живут улюзией своей в личной жизни. И вообще семья даже никогда не возникает. Потому что человеку свойственно желать себе больше, чем он достоин. Это природа наша такая. Но бывают очень тяжёлые случаи. Бывают очень тяжёлые случаи. И природа этих тяжёлых случаев – незнание. Человек не может себе как бы оценить, что он достоин. Понимаете? В наше время люди вообще очень мало чего достойно, но верится в самое лучшее. Понимаете? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Круто? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Круто, девушки. Можно вообще одной остаться. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да, вот так вот. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Хоть плачь, хоть не плачь. Надо менять концепцию. Концепция должна быть такая. Вынь золото из грязи, да помой. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот мужички, они все, мужчины, они все, как бы, они все на вырост, понимаете, должны, на вырост. Потому что, ну, мужчины, они или развиваются, или деградируют. У них одно из двух. И надо вот это разобраться в этом. Когда с человеком встречаются, бывает крутое, но деградирует. У мужчины только два вектора движения, вверх и вниз. Вот у женщины, у них, как бы, все стабильненько так в жизни. А у мужчины или вверх, или вниз, понимаете. И просто посмотрите. Если человек сильно высоко, вот смотрите, мужчина, если высоко сильно взлетел, можете даже не рассчитывать. Это невозможно. Студить человек на место. То есть, ракета взлетела сильно вверх, уже не поймаешь все. Можете не ловить, бесполезно. Она улетела уже все. Как поймать? Ну, это те, кто не замужем. Я говорю. Надо смотреть мужичка на самом старте. Когда он еще весь в грязи, понимаете, то есть, не такой, как бы, как хотелось бы, но он уже идет, вот развивается, понимаете. Он развивается. Это значит, что он будет лучше, и лучше, и лучше. И женщина обязательно отстанет от него. Обязательно. Это невозможно. Если мужичок пошел вверх, а вы прямо на самом старте его поймали, то сначала он такой, как бы, Алеша, понимаете. Ну, слабенький еще совсем такой, как бы. Не такой, как хотелось бы. Понимаете? Ну, такой, как бы. Не такой еще, развитый. Вот. Но вы не знаете, как соткана природа мужчины. Природа мужчины такая, что если он вверх пошел, дальше вы даже не его заметите, как он разовьется. Просто чуть подождите. И надо, естественно, ему помогать, заботиться о нем. Если он начал хандрить, надо его подпинывать. То есть женщины мне говорят, Олег Геннадьевич, я что-то постоянно мужа воспитываю своего. Не хочу воспитывать, а воспитываю все время. Хотя, ну, не хочется мне им порт на стране, порчу. Что делать? Что не делать? Так соткана природа женщина, она развивает мужчину. Мужчина, если женился, то он не сможет расслабиться в жизни. Жена не даст ему, потому что расслабляться в жизни должен только один человек. Это жена. Когда она видит, что еще один расслабляется, она с ума начинает сходить, потому что ее расслабление сразу заканчивается. Если как бы муж расслабляется, женщина не может вынести, а она думает, Господи, что такое? И начинает его как бы... А если, не дай Бог, его снесло по жизни вообще, как бы, уложила, то жена просто с ума сходить, она вставай, проклятием заклеменный. Вот че ты, давай. Иди вперед. Не дает ему мужчине расслабиться ни за что, женщине. Так классно устроен этот мир. Понимаете? Поэтому все классно. Она сама не хочет его мучить, но мучает. Супер. Поэтому мужчин никогда не расслабится рядом с женой, он будет развиваться и со временем станет очень развитым. И вы будете счастливы, что заметили этого человека, когда он совсем был еще грязненьким. Золото заметили в нем. Вот это разумные женщины. Разумные. А есть неразумные, которые видят золото, а там на самом деле только шелуха золотая сверху, а там внутри дерьмо. И он обычно рисуется, такие мужчины, такие очень обидные, такие. как Дэнди лондонский одет, и наконец увидел свет. Понимаете? Он такой крутой здесь. И так сильно нравятся такие мужчины, такие так вылит, эффектно разговаривают, общаются. Это снаружи шелуха просто золотая. Она когда осыпается, там внутри что? А ничего. Просто воня. Настоящие мужички, они все покрыты ржавчиной снаружи. Потому что они как бы, ну... А потом очистите, очистится и золотой становится. хорошее. Поэтому изучайте эту жизнь. Она очень сложная с первого взгляда. И сейчас, коль мы с вами двигаемся вперед, мы с вами поговорим об отношении между мужчиной и женщиной. Об отношении. Мы начали уже говорить в прошлой лекции. Я сегодня разовью эту тему. Вот... Мы уже говорили о том, что сильное желание и счастье от близкого человека, который разрушает отношения. Потому что возникают скандалы из этого желания. Хочу также добавить, что вы не сможете избавиться от этого желания просто так вот. Типа у меня нет никакого желания к нему. Это не получится. потому что желание есть, от него никуда не денешься, и оно будет вас раздражать, что он не выполняет ваши желания, ваши чувства, не удовлетворяет. И мечта тоже никуда не денется, она будет жить в сердце, что вот был другой человек, он лучше, чем этот. Будет мечта обязательно жить, она будет доказана, это доказано, Олег Геннадьевич, сколько вы и не говорили, доказано, что настоящая любовь моя, доказана. Это всё будет в жизни, обязательно, у каждого человека. Вот то, что Бог даёт, никогда не будет таким, как вы мечтаете. Это невозможно соединить. Потому что, ещё раз повторяю, мечта — это сам Бог. Вот то, что вы мечтаете о человеке, это всё про Бога. Понимаете, про Бога. И действительно, такая любовь, горящая, может быть, Богу только у святых людей. Мы не достойны этого. Поэтому давайте возвращаться к жизни. От мечте к жизни возвращаться. Вот есть, как бы, близкий человек, которого я достойен, однозначно. Если бы не был достойен, не было бы близкого человека. Некоторые люди одинокие. Одна женщина меня спрашивает, «Почему я одиноко, Олег Геннадьевич?» Не хочется ей говорить правду в этом случае. Я говорю, «Надо развиваться там» и так далее. Но правда заключается в том, что не достойный. Почему одиноко? Если бы человек становится достойным кого-то, он получает этого человека в секунду. А если он достоин чего-то или кого-то, то близкий человек таким становится сразу, если он есть. Вот если близкий человек есть, он сразу же становится таким, какого ты достоин. Поверьте мне, это так. Бог не ждёт ни секунды, если мы чего-то достойны. Получаем это немедленно в жизни. Немедленно. Но если недостойны, мы не знаем, что недостойны. Мы конючим, конючим, ждём у Бога этого. Надо чем заниматься? Вот, допустим, я перед соревнованием подхожу к тренеру, говорю, вообще, возможно, на ваше соревнование первое место получите? Он говорит, не понял, молодой человек. Ну, первое место хочется, он говорит, всем хочется. Ну, может, вы поможете как-то, он говорит, вообще, вы даёте. Помогите, помогите, пожалуйста, на колени встаёт. Он говорит, ох ты мой. До чего вы дошли, молодой человек, надо просто побеждать, учиться на соревнованиях. И тогда вы займёте первое место. Зачем вы унижаетесь? Зачем вы просите того, чего вы недостойны? Вы трудитесь просто вместо того, чтобы просить, вместо того, чтобы свою силу тратить на то, чтобы меня уговаривать на хорошую оценку или первое место. Вы просто достигнете этого, и вы это реально получите. Но если вы уговариваете, у вас позиция будет хуже по отношению тем, кто честно трудится ради победы над своей судьбой. Ничего не желает. Просто честно трудится. У него позиция будет выше вашей. Конечно, вы тоже любимый мной человек. Господь всех любит. Но тот, кто клянчит победу, менее хорошую позицию занимает, чем тот, который честно просто трудится. и это факт. Что же такое труд? Давайте будем откровенно правдивыми. Вот смотрите, я говорю сейчас об отношениях. Если есть муж и жена, близкие отношения, если есть, будем откровенно правдивыми. Вот человек отдал вам большую часть своей жизни. Вот отдал просто. Он живет рядом с вами. Это его жизнь. Он вам отдал эту жизнь, часть этой жизни. Да, конечно, вы тоже отдали ему часть своей жизни. Это факт. Но это уже его проблемы, как он с этим отнесется. Понимаете? А если вы хотите с Богом иметь хорошее отношение, чтобы Он вас любил, для этого вы должны за это, за то, что человек рядом с вами живет и терпит вас, потому что мы не сахар все, не сахар. Ради того, что Бог живет, что этот человек живет рядом с нами, надо ему быть очень сильным за это, благодарным. Очень сильно благодарным за это. Даже если он не может делать меня счастливым, все равно он живет, отдает свою жизнь. А жизнь — это самое дорогое, что есть у человека. Надо быть за это. А если ты неблагодарна за это, значит, у тебя что-то немножечко проблемы какие-то с головой. Значит, ты не можешь оценить ситуацию правильно. Вот благодарность к человеку за то, что он рядом со мной живет, является правильной позицией в сердце человека по отношению к Богу. Если я благодарен к человеку, вот он живет рядом со мной, я благодарен, то с этого начинается счастливая совместная жизнь. Если ты неблагодарен, а думаешь, блин, да ушел ты подальше, тогда будет другой вариант. Вот если тебе не нравится твоя судьба, ты бунтуешь против него, значит, ты бунтуешь против Бога, потому что тебе Бог дал человек. Вы же, да нет, Олег Геннадьевич, я сама кого встретила. Нет, вы ошибаетесь. Я сама зачала ребенка, как-то зачала, интересно. Вот как вы это себе представляете? Я зачала ребенка. Выносила ее. А как вы можете зачать? Что вы сперматозоид с яйцеклеткой соединяли, что ли? Синтез там включили. Следили за тем, как все происходит, реакции эти синтетические. В чем заключается ваша роль в зачатии? Ну, поспала, как бы расслабилась, потом оп, что-то тошнит. тошнит, потому что силы ребенок начинает на себя брать, энергия, организм еще как бы не понял юмора. Вот, и уже так, и как-то что-то, аппетит поменялся, уже не то хочется кушать, как раньше, что ребенок диктует уже, говорит, мне вот это надо для развития. и ты кушаешь это, думаешь, о, классно, интересно, как-то, что-то аппетит поменялся, другие какие-то вкусы хочется. Все, потому что в организме живет два человека уже. И у каждого человека в сердце находится Господь еще. Два Господа живут, то есть один Господь в двух человеках в виде совести, он может в разных человеках жить одновременно. И два человека, две души в одном теле живут. А может быть, три даже, женщина еще не знает, может, там двойни, может, четыре даже души в одном теле жить. И, соответственно, чем больше душ в одном теле, тем больше надо кормить их. Это твоя работа, конечно, кушать, ходить и быть спокойным. Не волнуйтесь, все беременные жить, не волнуйтесь, потому что работа такая, не волноваться и кушать, не волноваться и кушать. И ходить на свежем воздух. Все знают, когда женщина беременная, ничего не надо ее просить, все ее работа выращивать ребенка внутри себя. Означает кушать, ходить на свежий воздух и не волноваться. А все остальное там Бог делает в это время. Главное не мешать. Вот точно так же и в отношениях тоже. Бог держит отношения, Он там как все делает, Он держит отношения, все. Это Его семья. Не наша Его семья, Он создал семью. Он держит семью, это Его семья вообще. Вы поставьте хотя бы у себя дома, поставьте, чтобы понять, что это Его место. Это Его дом, Его семья. Если вы так сделаете, у вас все станет счастливым, радостным, потому что больше правды будет в жизни. Обязательно алтарь должен быть, дом, чтобы было больше правды жизни. Веды говорят, когда человек освященную пищу ест, освященную дома, он избавляется от всех грехов, просто если он освящает пищу, вот он готовит не для мужа, не для мужа готовит, а для Бога. Тогда в этом случае муж получает большое благо и становится благодарным, потому что пища наполняется Богом. Правильно, молодец, супер, золотые слова. подтверждение. Вот.